Универсальный формат 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 Ну а кто в большей степени Все-таки желает узнать свою судьбу Кто эти люди, клиенты, так скажем Девушки, женщины Я бы не сказала, у меня на самом деле Большинство клиентов, как ни странно, мужчины Но они стараются не очень Как говорят, светиться У мужчин запросы Несколько повыше Они отличаются от тех, что женщины дают Вот, например, мужчины, они очень сильно любят Спрашивать о смысле жизни Чем им заниматься А женщины больше, конечно, любят Об отношениях поговорить О семье и о деньгах в последнее время Ну, тема такая горячая Актуальная Ну а сами, допустим, себя частенько Раскладываете какие-то такие вот Карты на себя? Бывает, когда мне нужно получить какой-то ответ Но я стараюсь делать это нечасто Потому что я человек достаточно мнительный Серьезно? Мнительный? Да, как интересно Ну, на самом деле, бывало ли, как вот, может быть, в практике Такая история, когда человек приходит с какой-то проблемой И вот вам удалось как-то вместе решить и помочь Ну, бывало и столько этих случаев, что даже один какой-то Выхватить сложно отдельно Ну, у меня, например, постоянные клиенты бывают Я рассказываю им о прошлом и ближайшем будущем Там, людей, из-за которых они беспокоятся Они, как бы это объяснить Подушку безопасности для них готовят И таким образом они предотвращают Некоторые неприятности Редко бывает, но бывает, что Предупреждаю о том, что человек может заболеть, например Вот, в определенной области какой-то И они начинают следить за своим здоровьем Проверяться, действительно Обнаруживается, что надо Следить за своим здоровьем лучше Можно ли вас попросить сейчас помочь мне ответить на вопрос Вот, связанный с работой? Конечно Давайте Как мне нужно его сформулировать? Сейчас действительно такое сложное время Не знаешь, чего ожидать Вдруг кризис действительно так стукнет по всем Что вот ожидает, например, меня Работа здесь дальше на телеканале «Самара Гиз» Такие перспективы, может быть Вдруг я вообще, не знаю, не буду здесь работать Или наоборот у меня какой-то будет новый проект Как вот правильно задать вопрос тарологу? Ну, давайте я предложу вам Давайте Давайте вас посмотрим на то, как у вас сложится Как бы общая судьба на этом телеканале Вот в этом году С учетом вашего прошлого пути Настоящего, как бы времени Состояния И будущего, ближайшего На месяце три или на год На месяце три Давайте Давайте Друзья, вы, кстати, тоже можете попробовать Легко это сделать У нас здесь в прямом эфире Позвоните и задайте свой вопрос Вы просто прикоснитесь Пожалуйста Хорошо, вы передали энергетику картам Ой, мне уже страшно На самом деле, мне кажется, это не должно быть Как-то страшно, волнительно Это же как бы вполне себе Мы просто берем информацию с поля Она доступна всем Ваше прошлое Ваше настоящее Сейчас все узнаем Ах, друзья Звоните 202-11-22 У нас сегодня поистине Волшебный и мистический эфир Напоминаю, что у нас Удивительные мастера своего дела Лучшие из лучших в городе И действительно Это не громкие слова Не побоюсь этого слова Искали Нашли самых-самых Ну, рассказывайте Я бы сказала, что сейчас у вас Начинается какая-то горячая пора В работе Какие-то новые проекты у вас запустятся Или запускаются Уже сейчас Ну, вас ждут хорошие Достаточно перспективы Я вот смотрю У вас по денежкам Очень хорошо все будет Ну, вы это тоже осознаете Хотела бы вас Несколько предостеречь Что в вашем ближайшем окружении Есть люди, которые будут Распускать о вас Ну, слухи Как коллеги Слушаем внимательно Вот Это предостережение, пожалуй Ну, вас немножко может Понервировать это Но в целом У вас год пройдет Достаточно хорошо С хорошим результатом Также, что очень интересно Вы получите какой-то Необходимый именно Жизненный опыт Не рабочий, а жизненный опыт На работе Не знаю, с чем это будет связано Интересно, друзья мои 202-11-22 Телефон прямого эфира Давайте с вами тоже Немножечко поиграем Вопрос у меня Такой Все мы знаем эту строчку Раз Крещенский вечерок Девушки гадали И так далее Кто же автор Этих строк Если вы знаете Звоните 202-11-22 Получите пригласительный билет На Казанский камерный оркестр Ля Примавера Они выступают уже Следующий вторник 26 января Филармония Это один из лучших Музыкальных коллективов России Классическая музыка И аржировки Рок-баллад Что поистине Мне кажется Такое вполне себе Удивительное сочетание Есть у нас звонок Елена Давайте выясним Кто же нам позвонил Алло Здравствуйте 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 Меня зовут Ольга Ольга Вы хотите что-то узнать Да Я очень хотела бы узнать По поводу сына У меня трое детей Он средний Так Ну Бывают неприятности Доставляет Очень волнуюсь Но очень хочется Чтобы улучшилась у него ситуация Благополучие пошло Прям Покажите Как зовут вашего сына Никита Никита Хорошо Я предлагаю вам сейчас Посмотреть Я бы сейчас По каждому месяцу Посмотрела Чего Опасаться Что делать Скажем так По одной карте Разложила бы на месяц На этот год Хорошо Вот таинство Волшебство Есть что сказать уже Елена Сейчас Ольга Волнуетесь Очень А приходилось уже Как-то прибегать Вот допустим Консультациям Такого рода Специалисты Вы знаете Нет Первый раз Да Ну вот В режим реального времени Сейчас вам Елена Все расскажет Вы не боитесь Что-то лишнее Сейчас сказать В прямом эфире Я вас просто хочу спросить Нет Не боюсь А у вашего сына Не может быть Проблем с законом Каких-то Нет Это отлично Смотрите В июле У него будет какая-то опасность Надо следить Чтобы он Скажем так Не влип в какую-то историю Связанную с обманом Его могут обмануть Какие-то люди Это я Предостерегаю сразу Хороший у нас На десерт Вот Будут Да Июнь-июль Будут сложные месяцы Август Вообще Лето Будет у него Достаточно насыщенное Я так скажу Но У него будет Потом такая ситуация Что семья ему поможет Это видимо Вы за него Очень беспокоитесь А еще Я бы хотела сказать Что в феврале Его ждет Любовь Большая любовь Большое любовное Какое-то приключение А в марте Прям Очень Завьется Да Разовьется Все В очень приятную Такую для него Историю Вот Ну а в целом Год у него Будет насыщенный Достаточно Насыщенный В первую очередь Борьбой какой-то В которой вы ему Будете помогать Ну и любовью Ну вот так Но отношения будут Достаточно серьезные Долгие Сейчас пока не видно Но судя по тому Что нет карт разрыва В этом году Он в феврале В марте Встретит Видимо Свою любовь И будет с ней Вот На протяжении Этого года По крайней мере Точное Отношение Поддерживать Это радует Спасибо 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 большое вам За звонок Ну вот друзья В Верзайте У нас еще впереди Много интересных гостей Которые сегодня Будут вас чем-то Удивлять Радовать Елена Ну вот у вас сейчас Удивительно Есть возможность К нашим зрителям Обратиться Вот глядя в камеру Может быть Чего-то им пожелать Сказать Как-то может быть Наставить Со своей высоты Своего профессионализма Я бы хотела сказать Что люди Которые будут гадать Которые пытаются Предсказать Свою судьбу Должны понимать Что мы все Творцы своей судьбы Мы можем Изменить ее Полностью И абсолютно И когда вам Вы придете Например вам Таролог Или вы сами Себе нагадаете Что-то не очень хорошее Знайте Что вы получили Это послание Не просто так А потому Что вам дали Возможность Это изменить Всеми путями Как бы это ни казалось Невозможным А фантастичным Вы просто старайтесь Менять свою судьбу И будьте творцами Ух ты Ну а если есть какие-то вопросы Я думаю Что Елену Легко можно найти В социальных сетях Мы в свою очередь В своей группе Тоже сделаем Перепосты Я думаю Тут уже От вас все зависит Если будет желание Милости просим Спасибо вам большое За участие в передаче Впереди у нас Поверьте тоже Не менее интересные персонажи Которым вы также можете Задать свои вопросы По телефону 202-11-22 Ну и ждем от вас По-прежнему Ответы на звонок На наш Точнее вопрос Звонок ждем Кто же написал Поэму Такую вот удивительную Где и строчки Раз в крещенский вечерок Ждем И совсем скоро Встречаемся в эфире Знаю такое гадание Берешь сапог Раскручиваешься Зажмуриваешь сначала глаза Раскручиваешься Раскручиваешься Кидаешь сапог вверх В какую сторону Полетел сапог Значит С той стороны света К вам придет Ваш суженый Гадаю Гадаю Компаса у студенток Актерского факультета Не оказалось Поэтому доподлинно Выяснить С какой стороны Жених придет Не получилось Решили гадать Наверняка Спросить у первого Встречного молодого Человека Имя По преданию Именно так Будут звать Будущего супруга Сергей Сергей Я нашла Мы один раз Гадали с подружками Держишь ниточку И поджигаешь ее Все одинаковые длины И у кого быстрее сгорит Тот быстрее выйдет замуж Но все сбылось Через месяц У меня подружка Вышла замуж Я конечно же гадала И у меня было такое гадание Когда под подушечку Набираешь бумажечки Там пишешь Всякие имена мальчиков Вот Утром достаешь И мне конечно же Досталось то имя Которое я хочу Но не скажу Это секрет Сильный пол мистики И предсказаниям верить не склонен Ерунда Это все Отмахиваются ребята Но если девчонкам весело Пусть гадают Тем более что Святочная неделя Заканчивается На крещение Эти обряды проводить Строго запрещено Я считаю Гадать можно У меня мама гадала Как-то было дело Ну и так вообще Подруги гадали Ну прикольная штука Ну ничего хорошего Не нагадали Гадать конечно здорово Признаются девочки Но всецело Уповать на случай Нельзя И в попытках Заглянуть в будущее Главное Не потерять настоящее Нет такого то что Вот мы тут погадали И у нас через месяц Все исполнилось Не бывает Бывает трудолюбие И жизнелюбие Все Больше всего Будущим актрисам Понравилось гадание На будущее Итогами все Остались довольны Конфета Успехи в карьере Яйцо К замужеству Орех К счастливым переменам В жизни Наш волшебный эфир Продолжается И 202 11 22 Наш телефон У нас есть звонок Давайте принимать Алло здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Нина Нина очень приятно Нина Вы хотите ответить На наш вопрос Наши викторины Да я хотела бы ответить Пожалуйста Ну так кому же Принадлежат строчки Раз крещенский вечерок Девушки гадали Это Александр Сергеевич Курсин Поэма Евгения Анидин Нет Это неправильный ответ Неправильный Друзья дерзайте Раз крещенский вечерок Девушки гадали За ворота башмачок Сняв с ноги Бросали Снег пололи Под окном Слушали Кормили Счетным курицу Зерном Ярый воск Топили Ну и так далее Но это не Александр Сергеевич Дерзайте А тем временем В нашей студии Появляется вторая волшебница Она уже не первый раз В нашей студии И поэтому Я думаю Сейчас что-то удивительное Нам вновь расскажет Покажет Дарина Светова Дарина здравствуйте Здравствуйте Дарина ну как вообще Жаркую пору ощутили вы Девчонки Женщины Мамы Бабушки Мужчины Все приходят Именно в святочную неделю Или все-таки тоже Да Святочная неделя Причем По большей части У меня дистанционные запросы Именно в интернете Людям очень интересно Узнать свою судьбу Именно в этот период На весь год Так скажем Да На весь год Я хочу сказать Что этот период Он очень популярен По двум причинам Первое Существует суверие о том Что якобы В этот период Все духи Силы Злые Добрые Всякие Вскрываются И становятся Как бы С нами Рядом И они могут нам Вот поведать Нашу судьбу И второе Это наверное Вот привычка Такая вот Привычка погадать на святки Конечно От бабушек От мам пошла Она уже Как проработанная Такая привычка Передалась нам Из поколения в поколение А в детстве Сами гадали Вот я вот бумажки Вытаскивалась Да Я в детстве гадала Причем я в детстве Не только гадала Я занималась всякими Странными Так сказать Вещами Что отрезали у куриц голову Нет Ладно Хорошо Нет Я пыталась вызывать духов Ну это все делали Расставляла свечечки Вот Доставала карты Потом я рисовала свои карты В общем-то Вот так вот я и пришла К этому всему В 16 лет Я нарисовала собственную колоду Она была такая Карандашом Вот там были совершенно Мои символы Не относящиеся Никакой системе Это были просто Вот какие-то символы Например Два листочка У меня там обозначало Что это любовь А какая-нибудь спиралька Это обозначало Там новое какое-то Событие Интересное Новый виток Вот То есть чувствовала ли Что все это с детства Дойдет так или иначе Да У меня очень Да Очень сильная была предрасположенность Не было никого Мамы, бабушки Кто этим занимался Самое странное Что никого не было Из моего вот Того поколения То есть два поколения назад Никто этим никак не занимался То есть ни мама, ни бабушка А вот три поколения назад Была женщина Она у меня занималась Ее звали Агафья Она занималась Тем, что лечила людей Вражея лечебницы Да Она как бы лечила Вот от бородавок Там избавляла все такое Ну вот И вот единственная женщина Про которую я знаю А все остальные В общем-то нет Ну бывает так Что потенциал вот этот Он как бы не раскрыт И кстати Основной Ну основным таким Показателем того Что есть вот этот потенциал Является рождение Из рода в род девочек Вот если из рода в род Рождаются девочки Девочки, 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 девочки Это значит Что есть нераскрытая Вот эта программа Ну способностей И каждый раз Надо задуматься, присмотреться Да, каждый раз Род как бы говорит Ну может быть вот Вот это вот Нет Следующая Попытка номер три У нас есть телефонный звонок Давайте принимать Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Елена Елена, у вас есть желание Задать вопрос нашей гости Или ответить на мой вопрос? Ответить на ваш вопрос Хорошо Ну давайте Кто же автор этих строк? Раз, крещенский вечерок Девушки гадали Жуковский Поэма Светлана Это правильный ответ Спасибо вам большое За то, что Приняли участие В нашем розыгрыше Ну а если вы, друзья Хотите что-то спросить В прямом эфире У нашей гости сегодняшней Она с большим удовольствием Может что-то вам подсказать Ответить Может быть помочь Что-то как-то Или иначе Разложить Звоните Не стесняйтесь Я вижу на столе Еще и руны Как к этому вы пришли? Ну руны Это такой вспомогательный инструмент На самом деле Я считаю, что руны Больше мужчинам подходят Потому что Второе Есть образы Большинство женщин Мыслит образами То есть Нужно что-то Чтобы было изображено Изображение какое-то А вот руны Это символ И у руны Есть фиксированный набор Да, конечно Чуть-чуть Чтобы нашим зрителям Было видно Символов у рун есть Они более такие Логичные Что ли Как мне кажется И менее такие Вот интуитивные Ну это мое мнение Опять-таки Вот Например Есть руна Вот Урус Да, Урус Она обозначает Физическую силу Например Есть Мужчина Конечно Это интересует Например Есть отсылка К охоте К возделыванию Земли То есть Каждая руна Имеет какую-то Отсылку К какой-то деятельности Или какой-нибудь Спектр деятельности Вот Так скажем Ну руна для меня Это просто помощник Вспомогательный инструмент Я их очень люблю Особенно если на камнях Вот этот камень Розовый кварц Я очень его люблю Он активизирует в нас Вот эту чакру Она хату-чакру Она связана С любовью С тем Чтобы вот Воспринимать жизнь Мир Но его нельзя Кстати Долго носить на себе Потому что он может Вас сделать такими Как кисель Немножечко Как киселек будет В определенные моменты Так скажем Да В определенные моменты Надо Надо заряжать По-всякому Есть звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Ирина Ирина Давайте быстренько Ваш вопрос Нашей гости Я хотела бы Я в этом году планирую Начать свое дело Бизнес Вот стоит Не стоит Пойдет Не пойдет Ну Светлана Давайте узнаем Что нужно Еще может Так вас зовут как? Ирина? Ирина Ирина Давайте Ирина У вас это Сфера Продажи Тип мышления Мужской у вас По крайней мере Для бизнеса Вот А также у вас будут Сотрудницы Которые вам будут Помогать в этом И Я вижу троих Ребенок есть еще К тому же Троих То есть Ну две-три Так скажем Может они посменно У вас там будут Работать как-то Да И в конечном итоге Очень дружный Очень сплоченный Коллектив у вас будет Одна за другой Будет стоять Одна за другую Подменять И в общем-то Все получится У вас есть Очень хорошие Лидерские качества Также у вас есть Стартовый капитал Для этого Какой-то Ну возможно Его не хватит Но в целом В целом я бы сказала Что вам стоит Этим всем заняться И можно еще спросить Какие препятствия Потому что Так или иначе Всегда нам Что-то мешает Будут ли у вас Серьезные препятствия И какие Вот кошечка тут Кошечка Ну мне кажется Что у вас будет Единственное препятствие Это ваше сомнение И ваше волнение И то что вы будете Это делать в одиночестве Никто вам Может быть Какой-то человек в себе Здесь на карте Помогать Сам за себя То есть Сам за себя Человек сам за себя будет Вот вы будете Сама за себя И Все надежды только на себя Как обычно Да И еще такой момент Будут также и завистники Будут также и конкуренты Которые будут желать Чтобы у вас Ничего не получилось Да ну их Как везде Их они есть везде В любой сфере Вот Поэтому я желаю вам Удачи И прежде всего Дерзайте И все у вас получится Я за вас искренне Болею Вам большое спасибо Пожалуйста Спасибо Вот друзья мои Есть какая-то Мне кажется Тут волшебная искра Волшебная сила Если у вас есть Действительно какие-то вопросы Смело можете Нашим гостям задавать Ну у меня тоже вопрос Который я Елене задавала А вот Сама себе Разложить Бывает такое Или это уже Где-то на подсознании И нет потребности в этом Да Ну Я считаю Что гадать себе Это очень хороший способ Настроить свое подсознание На себя Почему вот Людям очень сложно Себе гадать По той причине Что сложно быть Объективным Объективным К самому себе Потому что нам Например хочется Там Что-то было хорошо Да И мы можем не увидеть Правды там Где она будет Это правда Да Я гадаю себе Но обычно я прибегаю К бартеру Со своими друзьями Поскольку у меня друзья В основном в окружении Это Торологи Различные Такие собрались Действительно Крещенский вечерок Девушки сели А я тебе А ты мне Вот в частности С Леной Мы очень часто Друг другу Вот так вот Бартером гадаем Я считаю это правильно Потому что То что не увижу я Увидит она И наоборот Давайте звонок принимайте Есть еще у нас Желающие Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Галина Я хотела задать вопрос По поводу своей дочери Ее зовут Татьяна У нее так все плохо В жизни складывается Везде ее сокращают Хотя девушка С двумя высшими образованиями В чем дело Татьяна Почему Происходит сокращение Почему Очень воспитанные Умные Ну вот так вот Татьяна Вот родители болеют За своих детей Так или иначе Уже сегодня Вторая мама нам звонит Вы знаете Вся душа почернела Сейчас попробуем Может быть действительно Что-то А рядом с ней Есть какой-нибудь мужчина Который бы Как-то мог на нее влиять Ну у нее муж Хороший сын Да Он никак на нее не влияет Они стараются Но ничего не получается Почему не получается Сейчас спрошу Вы знаете Я бы сказала Что Ну только я не хотела бы Чтобы вы пугались Есть такое понятие Как сглаз Мне кажется Есть Вот я так и чувствую Есть небольшой сглаз Но это не критично Это не катастрофично Его можно Будет убрать При желании Если вы захотите Но вообще Это просто Вот негатив Такое ощущение Что очень много людей Кто-то позавидовал Да Очень много людей Ей желали Вот чего-то плохого Потому что она Очень скромная Умная Вот Я бы сказала Что И кстати Завидовали Почему-то Именно личной жизни Да Потому что Очень хорошая Спокойная Семья Тут Вот ходит Да Спасибо вам большое За вопрос Я думаю Что нам Так или иначе Надо будет повторить Наши такие посиделки В любом случае Мне кажется Что надо поблагодарить Нашу сегодняшнюю гостю Дарина Большое спасибо Впереди у нас Также есть мастер Которому вы можете Задать свои вопросы И я думаю Что об этом Стоит позаботиться Уже заранее Звоните 202 1122 Не переключайтесь Раскинуть карты Заглянуть в будущее Сквозь зеркало Или даже бросить валенок В сугроб Любимые занятия девушек Во время святок Погадать Насуженного ряженого В это время Дело обязательное Способов существует Великое множество Передаются они Из уст в уста От бабушек Внучкам Самое простое И любимое Гадание у девушек Узнать свое будущее По растопленному воску Растопили свечу И вылили в холодную воду Правда Требуется немало И воображений Чтобы понять А что же там Такое вылилось А уж верить или нет Дело сугубо личное Человек Который не верит И он все равно Старается поверить Потому что Вот эта атмосфера Вот этого Гадания Вот этого Чувства праздника И чувства Вот этого Волшебства И магии Вот оно как бы Обволакивает Вот И наверное Может быть Поэтому люди верят В это Старинные гадания Завораживают Но прагматичные Современные девушки Зачастую пытаются Заглянуть в будущее Не с помощью валенка Или горстки муки А используя Новые технологии Еще веселее В качестве оракула Использовать телевизор Сдаем любой вопрос Даже самый бредовый Как мне стать Президентом России И включаем телевизор Слушаем Что нам скажет Первое что скажет Будет инструкция Ну и куда же без великого Могущественного интернета Тут целый арсенал Различных гадательных сайтов Знай себе Ворожи да предсказывай Но проще простого Узнать имя суженого На прогулке Для этого достаточно Спросить имя У первого встречного мужчины Ну а в нашей студии Появилась еще одна волшебница И тут действительно Очень-очень-очень Большое количество Регалий Я пожалуй Зачитаю их Вот дословно Руководитель Центра духовного развития Логос Таролог С 22-летним опытом Изучения карт Два года назад Наша гостья Лариса Василенко Выиграла Конкурс авторов В московском издательстве Авалон И написала Свою первую книгу Афро-бразильское Таро От предсказаний к магии В 2016 году Уже выходит Новая книга Ну о ней мы тоже поговорим И собственно Лариса Член российского Таро-клуба Таролог-эксперт Автор статьи В российском журнале Хроники Таро Мастер Рейки Магистр космоэнергетики Целесно-ориентированный терапевт Я думаю Это еще далеко не все Лариса Здравствуйте Здравствуйте Ну расскажите пожалуйста Такое большое Как бы количество лет Вы этим занимаетесь Это действительно Уже стало таким призванием Получается Да Это уже стало не просто призванием Это стало работой И поскольку меня вообще С детства такое Так родители прививали Что любую работу Нужно делать хорошо Естественно Что я постоянно Обучаюсь Я постоянно расширяю Своё познание Я пытаюсь понять А что там в глубине Этих карт А что в глубине Этих символов Чем они могут Помочь человеку И Как-то вот неразрывно Все это стало связано А с чего все началось То есть вот девчонки Рассказывают С детства Сами почувствовали себе Какую-то вот тягу К этому Ну потенциал Так скажем Вы знаете Я могу сказать так Я с детства Как вот Играла с этими картами Да То есть там пыталась Что-то разложить Просто был интерес Ну откуда они появились Ты тут принёс? Дома всегда лежала Колода карт Понятно Мы же все раскладывали Обычные 36 карт Понимаете Не было особо развлечений Да Что делали родители Ну родители играли Там мама раскладывала Какие-то пасьянцы Интернета не было Интернета не было Ничего не было Читали книги И иногда раскладывали пасьянцы Всё Липота Поэтому Ну как-то возник интерес Возник Я не обращала Очень долго на это Внимание Когда вот мне Где-то уже было Лет 18 Тогда да Я впервые увидела Колоду Таро И вот Вот хочу Вот я хочу Этого узнать Что это такое интересное Тогда наверное Не было такого количества книг Такого Огромного выбора карт Или информации Не было этой информации Была одна единственная книга Я до сих пор её помню Судьба на ступенях Золотого Таро Потрясающая совершенно И одна единственная Колода карт И Как Как В отличие от современных Колод Да От того же Райдеру Айта Который появился Чуть позже Тогда это была Колода русского Таро На младших арканах Не было картинок Только на Были вот там Палочки Там Какие-то ножики Чашечки Кубки Я смотрела на это Думала Боже мой Вообще Что с этим делать Кстати Что с этим делать У нас звонок Будем принимать Вдруг у кого-то Действительно Невероятная проблема Есть Здравствуйте Как вас зовут Вы знаете Я хотела бы задать Такой вопрос Мы с мужем Хотим в этом году Купить квартиру Взять ипотеку И я бы очень хотела Узнать Стоит ли мне Это делать Вот в этом году Или не стоит Потому что Все-таки Это материально Очень Так сказать Ответственный шаг Наверное распространенный Весьма вопрос Да Как вас зовут Скажите пожалуйста Вопрос Стоит ли мне Покупать квартиру В этом году А зовут вас как Зовут вас как Зовут меня Татьяна Татьяна Ну и сейчас Мастер Какую-то определенную Колоду достал Да Я работаю Как раз Колоду Которая у меня Очень хорошо Работает С вопросами Бизнеса Имущества Денег Я думаю Что для начала Нужно Задать Вообще Вот Как раз Такая форма Вопроса Она содержит В себе их на самом деле Два Первый вопрос Стоит ли вообще Покупать И второй Стоит ли брать Ипотеку Потому что Они могут Немножечко различаться И наверное Сейчас Первый вопрос Стоит ли брать Ипотеку Такая Тщательно Прям все Ну вот Выяснится Сейчас вопрос Вот смотрите Видимо ипотеку Планировали брать На супруга На супруга Брать нельзя Ипотеку Ему не дадут Нет А мне Вот Дослушайте Немножечко Вот смотрите Вообще Карта рекомендует Немножечко Подождать Не спешите Потому что Да Потому что То что вы хотите Вам будет сложно найти Поэтому Не спешите С ипотекой Если Есть возможность Просто откладывать Деньги Немножечко Подождите Если только этот вопрос Повторно станет Во второй половине года Первая половина года Никак Постарайтесь Максимально Искать Другие возможности И второй вопрос Стоит ли Вообще Заниматься Этим вопросом Стоит ли Все-таки Вы знаете В этом году Не стоит Не стоит Да Нет Даже карта Причем Карта выскочила Сама из колоды У вас В этом году Будут немножко Другие вопросы Которые вам Нужно будет решать У вас Пожилая родственница Есть Да Займите пожалуйста Ее здоровьем Уделите время ей Потому что Это требует Большего внимания И Вашего Спасибо Спасибо вам большое Спасибо Пожалуйста Вы сегодня Принесли еще С собой какие-то Удивительные вещи Не так много У нас остается Времени до конца Программы Что это такое Ну Рассвятки Значит Гадания игровые Так И Для игровых гаданий Требуются Другие инструменты И первый инструмент Это вот такой Замечательный Волшебный горшок С зерном Здесь у меня Пшеница Можно использовать Рис Или какие-то Другие зерновые Так Но ни бобы Ни горох Потому что Это вот все-таки Немножко к бедности Так Здесь я Спрятала Что там Всякие разные Предметы Вам нужно Левой рукой Ага Я можно к себе Подвину Можно Чтобы было удобно Так Загну Вам нужно Закрыть глаза Закрываю Левой рукой Залезть Пошевыряться 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 Побольше Захватить Зерна Так И высыпать Мне На крышечку Ох ты От души От души Ну там что-то По-моему ничего нет Ну на самом деле Есть Но оно вот немножечко Выскочило сюда Куда-то И насколько я понимаю Выскочило там Красное сердечко Да Красное сердечко Это хорошо И красное сердечко Символизирует Любовь Только вот Куда оно делось Непонятно Но оно точно выскочило Ну вот оно Упало сверху Вот такое нет Ну оно было прям красное Красное? Да Тогда это не мое Упало куда-то Так что Самым основным событием Будет некая влюбленность Которая захватит вас И будет отвлекать Ваше внимание От всего остального Вот так всегда Вот эта влюбленность Как говорится И вот она еще Звездочка Которая высыпалась Звездочка Что значит? Звездочка Это удача Удача То есть Любовь и удача Я бы сказала так Будет удача в любви И она притянет Все остальное Это самое главное Скажите пожалуйста Лариса Вот у нас минутка Остается до эфира У вас есть возможность Обратиться к нашим зрителям Чего-то им пожелать И сказать Я бы хотела пожелать Чтобы все-таки Вы Если у вас возникало Желание обращаться К картам Вы не задавали вопрос А что будет А задавали вопрос Что я сейчас В эту минуту Могу сделать для себя Как я могу Решить свою проблему Что я не вижу В ситуации Что я не вижу в себе Какой свой ресурс Не использую Именно на эти вопросы Карты наиболее охотно Дают ответ И тем самым Дают вам возможность Поменять свою жизнь Поменять свою судьбу И добиться каких-то успехов Ведь получается так Что эти люди Которым вы идете За советом Они своего рода Вас направляют Ваши проблемы Они не решают Но они Показывают 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 То что вы можете Сами Ведь так или иначе Человек сам творит Свои судьбы А карты Или допустим Совет человека В этом разбирающегося Это та наверное Тот волшебный пендель Может быть В свою очередь Если уж так условно выражаться Который вам поможет Решить какие-то проблемы Если есть желание Все контакты мы оставим Естественно В нашей группе В программе Универсальный формат Ищите Обращайтесь Не стесняйтесь Я думаю Наши гости вам Ни в коем случае Не откажут в помощи Если вы к ним Как-то так решитесь Что-то там Спросить Узнать Попросить помощи Спасибо большое Всего доброго До встречи Редактор субтитров А.Семкин